Путин просит россиян проявить дисциплину и ответственность соблюдать все рекомендации врачей и прежде всего побыть дома. В своем обращении он поблагодарил всех медиков и ученых, которые на переднем крае борьбы с инфекцией, за работу. Отметил, что благодаря заранее принятым мерам в целом удается пока сдерживать распространение. Но Россия в силу своего географического расположения не может отгородиться, полностью заблокировать проникновение инфекции в Российскую Федерацию. Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Работать в эти дни будут все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. Владимир Путин в своем обращении отметил, что остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Поэтому предусмотрены меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Также все соцспособия и льготы в течение ближайших шести месяцев продлеваются автоматически, без хождения по инстанциям. То есть в этот период подтверждать доходы малоимущим не надо. Также президент Владимир Путин заявил о переносе голосования за поправки в Конституцию на более позднюю дату. Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования. Президент призывает проявить сплоченность и понимание в сложившейся ситуации. Елена Малютина, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин